друзья всем добрый день сегодня у нас 2 января уже 23 года наверное хотелось бы мне начать видео с поздравления подписчиков нашего канала с новым годом мы желаем всем новом году самое главное здоровье каждой семье благополучия и долгожданного всем мира на вот сегодня у нас такой насыщенный тенек как-то выдался мы тут ездим по своим делам были мы в гриме уже с утра были мы в риме проезжали то маленький маленький кусочек сняла не знаю будет ли смысл выставлять это все видео не знаю потом были мы проездом курортный город называется падла узик а что мы проезжали лабиринты лабиринты нет нет ни каких-то все закрыто блин мы сегодня по таким классным местам есть короче были мы в гриме сначала проездом потом мы были курортный город падла узи известные там санатории здравницы там люди приезжают лечиться со всего мира там очень классный аквапарк находится мы давно уже с подружками с девчонками говорили нам бы туда поехать отдохнуть надо будет заняться этой темой потом мы были еще борно и сейчас мы фробурге это пригород фробурга погода нереально классная на улице я не знаю на солнце на роду 20 градусов тепла на больше чем 20 ну наверно до 20 до плюс-минус не знаю не важно но очень тепло солнечно уже с утра было пасмурно был такой мелкий дождик и нас тут навигатор значит вводят по этим всяким немецким деревням такая красотища я не знаю я такое удовольствие сегодня эстетическое получаю просто нереально во-первых зелено сочно очень насыщенные такие цвета смотри новогодние какие инсталляции дорога перекрытая ну чувак видишь тоже выворачиваю а у наверно задом разворачиваться назад будет или нет проезжают смотри проехал ну вот в общем какое-то такое вот необычное для нас наверное вот ощущение тут и новый год и всякие новогодние композиции инсталляции все это украшено какие-то гирлянды какие-то декоры очень красиво у немцев это все участки украшены вот это уже светит солнце и тут же это зеленая трава и все эти участки утопают зелени в хвойных растениях увидела какой-то пустит метра полтора высоту уже он в розовых цветочках то есть какие-то даже пустые цветы не знаю что за растение ну вообще такая красота сейчас проедем этот кусочек ремонт дороги ехали так все красиво было начала снимать вот ну не знаю очень классные такие поселки такая классная именно вот спокойная размеренная загородная жизнь тут вообще мне кажется наверное каждый участок заслуживает отдельного внимания просто если выйти пешком это все остановиться поснимать но опять же мы уже столкнулись с тем что немцы дорожат свои приватной жизнью они не понимают зачем снимать как бы там мой участок дали там еще что-то у нас было инцидент новогоднюю ночь уже после далеко после 12 даже может быть после часа ночи на улице было тоже очень тепло и очень было шумно ну как бы не может что-то было весело с точки зрения празднования нового года я даже не о себе говорю я немцы безудержно все запускали салюты фейерверки но никаких эмоций при этом как бы люди не испытывали но вышли на прогулку вот там хотел немножко костя по снимать но это правда было очень красиво немцы сделали замечание нет нельзя снимать мы не хотим чтобы снимали хотя даже там и людей толком никто не планировал снимать ну вот как бы так поэтому если бы по этой деревне на пройтись пешком это все поснимать это наверное все значительно красивее чем на машине мы проезжаем да очень красиво и конечно климат и погода вносит свои коррективы тоже проезжали и там белые лошади гуляют это очень красиво какие-то тоже фермы потом белые коровы просто белоснежные коровы потом ламы проезжали ферма была ламы потом была ферма по выращиванию косуль ну вот просто мимо проехали сами полюбовались понаслаждались сами ничего не снимали кучерявые коровы кучерявая какая-то порода коров мы даже не могли мы думали овцы какие-то потом уже ближе подъехали сейчас ведет навигатор но очень интересно вот какая-то ферма в береге а сейчас мне проезжает обручатка какая старинная да вот как бы село какое-то казалось бы это далеко от цивилизации ну очень круто я кайфую от таких мест от такой местности мне это в Сочи нравится какие виранты какие террасы какие красивые балконы впереди там какой-то замок Вистенхайн Вистенхайн у нас закончился Грандштайн впереди очень красивые деревни не знаю я кайфую я бы это снимала 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 не знаю кому нравится такой контент кому не нравится я такое удовольствие получаю какие-то осёра проезжают там где-то уточки плавают где-то лебеди блин ну это нереально круто речушки какие там сейчас речку переехали много по всем поселочкам ну интересно конечно вот какие-то час ну может быть они не частные не знаю фермы то есть развито очень сельское хозяйство животного отчество еще мы ехали по трассе мне хотелось увидеть вот это такой торговый павильончик где продается обычно домашняя там продукция продукция тоже на замок что-то помогла ты закладка тоже поселок остался на с правой стороны какой-то замок вот все хотелось мне увидеть вот это такую лавку так как правильно называется сельхоз продукции это можно молоко купить яйца купить можно домашние там сама обслуживание и мы ехали попадались мне по пути эти две лавки но они были закрыты и в них вообще не было товара не пустые долл сын хай тоже такой интересный все все поселки я не знаю я еду просто эстетическое удовольствие получаю отдали птика 46 километров до эльтенбурга 13 ну в принципе можно сказать пригород даже эльтенбурга да наверное вот только это саксония это саксония но вообще мы ехали да вот сегодня как-то у нас так поездки получились по саксония не знаю почему мне кажется как-то поживее здесь не знаю почему но как-то вот отличается саксония когда побогаче саксония а сама че-то поэлитней попрестижнее это все но в тюринге попроще вот овечки на наверху не знаю видно не видно будет и вот ну а таких вот зданий как старые поместья еще старые старые они их реставрируют классно 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 очень прям такие поместья поместья серьезно вот ферма ламы вот ламы ламы да вот они на выгуле ламу а там черные лошади причем есть вот хозяйство которое выращивает там разные породы например где же лошадей а вот есть едешь там например и на выгуле там только черные лошади либо только белоснежные лошади ну не знаю это так красиво просто нереально очень классно сейчас мы едем в сторону альтенбурга вот наверно на этом буду заканчивать видео если что-то еще поснимаем вы об этом узнаете в следующих видео всем хорошего дня пока 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 пока